здравствуйте друзья доброе утро понедельник понедельник 20 нет 19 понедельник 19 сентября а вот 20 будет завтра и сразу начнутся две группы у нас почему-то так получается всегда что группа full time и группа онлайн его начинаются как-то в один день не каждая full time full time чаще бывает но тем не менее так получается что я с утра веду урок в группе full time 1 1 урок я всегда веду в карте грудь а потом уже с 6 до 7 вечера то есть с 10 до 3 я веду этот урок а с 6 до 7 вечера веду урок онлайн-классе мало того вообще неделя такая интересная значит сегодня 19 27 это что получается почти почти через неделю чуть больше еще один денек значит 27 начинается группа вечерняя и 4 октября еще группы экспресса на дневная но в отличие от full time и который четыре дня в неделю значит экспресс идет три дня в неделю то есть у нас буквально вот четыре группы стартуют в течение двух недель это все пережиток того что у нас как нас говорят slow down того замедления которое летом происходит поэтому так вот интересно большой объем и каждый раз когда нужно за две недели начать четыре группы мы спрашиваем себя а соберутся ли знаете как бывает вот что интересно собрались то есть несколько недель назад мы закрыли для записи группу full time сейчас вот мы можно сказать вчера позавчера закрыли группу экспресс 4 октября вот две сестрички юля и наташи которые приезжали в санта-крус мы с ними там ходили вот они там живут и переезжаются с него но они как раз пришли потому что хотели по-быстрому пройти собеседование мы с ними заодно про собеседовались вот и вот этими двумя сестричками закрылась группа экспресс так что до 4 октября еще две недели а группу уже закрыта и осталось там буквально несколько человек подобрать в группу вечернюю 27 числа и мы так знаете нагруженно пойдем вперед с другой стороны когда они начинают выпускаться там все интереснее получается тоже не то что вот мы взяли четыре группы они бахсе в один день все выйдут нет группа full time через два месяца выпустится группа экспресс выпустит через через три а группа full time выпустится через четыре то есть они так вроде начали вместе выходить будут на на рынок с переводом интервалом в один месяц ну и собственно практику их тоже надо не не устроишь за за две недели там стоп народу вот а группа которая full time а как бы тоже три месяца идет но там своя динамика и в общем так она и плюс она не локально по всей стране и плюс их не надо устраивать на практику поэтому с ними проще они могут всегда начаться всегда закончится и любой момент да так что мы их лето был такое у нас немножко вялое а сейчас вот уже начинается начинается на всю катушку мало того я надо сказать я честно говоря не помню то ли это произошло сознательно то ли я просто обсчитался но когда я рассчитывал когда начнется очередная онлайн группа то если обычно у нас одна начинается на и на следующий день другая она заканчивается на встрече другая начинается то есть как раз три месяца примерно четыре раза в год то тут я чё-то не досчитал я не знаю между ними у нас получился месяц поэтому чё там народу набралось вот сейчас я с утра иду к вам еду смысле на работу и к вам иду на канал так там уже 211 что ли 211 человек из которых десяток это наши участники конкурса на канале голос силиконовой долины участники нашего конкурса хорошо и надо сказать что вот этот приз он очень востребован оказался как среди пяти финалистов которые так ждем светофор так и среди просто участников то есть вот из пяти финалистов двое уже там в группе и еще человек 78 значит из просто участников я на самом деле не очень уверен что они все в курсе как-то никто ничего не написал там но кроме тех кто сказал запишите меня в группу поэтому ну посмотрим во всяком случае я знаю там еще ведь ребята которые интересовались вот да тут конкурса возвращаясь тут один из участников был расстроен что не попал в число призеров он начал доказывать но уже после того как результаты оглушенные вот он начал доказывать что считать победителя по соотношению там лайков и дислайков неправильно а надо считать по комментарии вот если бы по комментариям то количество комментариев то может быть он тоже наверно он попал бы в пятерку как вот потом если уже считать по лайкам и дислайкам тогда почему это отношение а не разница и в общем короче у него была масса идей масса претензий и он мне писал 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 с каждым следующим письмом он все больше раздражался вот кончилось тем что он совсем как-то так расплевался выяснилось что он понял с кем имеет дело в общем лучше позже поздно чем никогда в общем попрощался вот я так во избежание последующих осложнений удалил его сюжет чтобы его там не было все-таки чужое видео я если чеку не хочет участвовать так в рамках предложенных правил то конечно я не могу нарываться вот так что как не подсчитывая результат всегда кто-то есть недовольный я помню в прошлый раз мы делали тоже почему-то знаете это очень напоминает вот лотерею green card когда люди и там заполнит заявку и может кажется что они выиграли но вот ну понятно ну кто кроме них но это же это же очевидно совершенно вот и вдруг раз и там еще как-то получается так что на каждом конкурсе практически есть кто-то кто свято верит что вот он там призер там и тогда а я специально по какой-то формальной схеме определял с тем чтобы не получилось что я как-то субъективно там и так далее было несколько человек которых я очень хотел видеть в числе призеров но но не получилось по очкам значит не получилось что теперь сделать там было гораздо больше чем 5 очень достойных видео которые я вот если на мой вкус я бы хотел видеть но специально чтобы не получилось что я как-то вот лично кого-то куда-то зажал или там преимущество дал видео соотношение лайков и дислайков пропорция для меня мир абсолютно естественная вещь потому что я все время так оцениваю собственные видео то есть когда я смотрю вот я сделал видео я смотрю успешное видео или не успешно если в среднем у нас допустим на видео ну где-то шесть процентов семь процентов дислайков надо сто процентов лайков там 6 7 дислайков вот это как бы средненько я вот так слежу если у нас допустим 20 процентов дислайков на каком-то видео это что-то катастрофически низкая и значит я начинаю думать почему так получилось там и тогда то есть эта норма которую я руководствуюсь всегда то есть она не не для кого-то специально придумано вот так что я я не вижу что я такое неправильно сделал нет я не понимаю то есть не было такой задачи придумать такой критерий чтобы вот этот человек или тот попали в призеры то есть как бы такой задачи не было это правда вот еще у нас на этой неделе в четверг будет встреча с со светланой каф и я надеюсь что мы хорошо так встретимся то есть мы не будем делать трансляцию а может и будем я посмотрю но но даже если мы сделаем трансляцию то это будет трансляция немножко со стороны то есть мы в трансляции не будем отвечать на вопросы которые задают люди ну участвующие в этой трансляции то есть если мы даже сделаем то они будут просто зрителями и не больше того у нас есть вопросы которые ребята накидали в комментариях под видео где я делал анонс и там очень очень много всего так что я я на самом деле очень доволен я считаю что нам хватит на хороший разговор плюс у светланы были какие-то свои там вопросы плюс у нас есть еще один человек с которым мы встретимся я не назначил учет не время но мы с ним встретимся он живет по моему в денвере он сейчас живет я просто знаю его родителей много лет поэтому так у меня в голове там начинается траектория их движения по америке но сам он сейчас уже взрослый парень ему там лет 30 он живет в денвере и он адвокат иммиграционный но занимается он специализируется на очень интересных делах он специализируется на отбивание в посольстве сша в той стране или в этой вот он заходил тут на днях книжку взять проезжал мимо и заходил взять книжку для своего отца который я написал я там его подписал и отдал в руки и вот и мы с ним поболтали так он сказал что только что приехал из узбекистана и он ведь они в посольстве сша уже на него смотреть не могли спокойно что он их там замучил но вот люди им отказывают визе человек пришел на интервью вроде у него все нормально а ему визе отказываются и есть ситуации в которых можно помочь адвокат может помочь есть ситуация в которых нельзя и мы с ним договорились что в связи с тем что вот сейчас начнется заполнение анкет он расскажет конкретно на что обратить внимание при заполнении анкет потому что исправить этого будет уже нельзя то есть человек который специализируется на отбивание на отбивание отказов расскажет вам чего отбить нельзя и на что нужно обратить особое внимание вот у нас еще такая фишечка в загашнике хорошо что я вспомнил вам рассказал что мне нужно с ним договориться о встрече в скайпе мы с ним запишем вот так что у нас большие творческие планы я очень доволен видео про кому не надо участвовать в лотерее она такое я честно говоря даже не не ожидал что там за пару дней там 10 тысяч человек просмотрит хотя я понимаю что название может быть немножко спекулятивная но но вопрос такой был знаете и до тема тема участие в лотерее становится снова актуальной сколько тут осталось то вот считайте там меньше двух недель и я еще что сделаю посмотрю на новую форму которая там придет ну опять в тот момент когда можно будет до нее добраться потому что мы с вами знаем что первые пару дней обычно так народ так ломит что не пробиться поэтому я с одной стороны вас призываю там не спешить недельку дать этому процессу устояться пусть те кто спешит заполнит вот а мы за это время доберемся до этого до этой формы посмотрим на нее внимательно и и с одной стороны я наверно сам расскажу как бы я заполнял вот а я в общем то не то чтобы тонкий знаток но но все-таки не судится человек тоже я уже давно это все слушаю вот если форма будет существенно отличаться то мы тогда попробуем позвать кого-то по солидней если нам не удастся привлечь господина раевского который уже уже написал с нами это видео там пару лет назад то я тогда на форуме говорим про вес найду кого-то кто очень глубоко знает тему там есть ребята очень тонкие очень тонкие знатоки вот может быть мы тогда с кем-то из них запишем я надеюсь что нам не откажет вот такие примерно дела хорошо вот едем на работу мне очень нравятся эти домики вы знаете тут вода они понастроили знать как симпатично из вас кто со мной часто тут ездить они наверное приметили уже что стройка идет смотреть какие хорошие домики там уже такое ощущение что открыли офис по сдаче квартир наверное мы возьмем камеру и пойдем посмотрим да вот стрелочка стоит видите написано монтроуз апартмент да на улизинг точно сдают сдают и если вы сейчас обратите внимание вот там на первом этаже ну ка смотрим на первом этаже вот там еще один знак стоит вот смотрите и стрелочка прям направо вот видите такая зеленая стрелочка вот и там прям вот это помещение где сидит менеджмент я думаю где-то туда ну-ка да похоже на то вот и там они издают так что ладно продолжаем движение на работу наверное мы с вами тогда на этом и расстанемся вот у меня задача была рассказать вам о планах на неделю я честно говоря думал что может быть мы еще леонида госмана позовем поговорить о выборах российской федерации но я как бы посмотрел на этой выборы и потому что о грустном не надо вот поэтому мы наверно выборах не будем в конце концов это не наше дело мы тут из силиконовой долины будем о силиконовой долине ну и вообще можете об америке об эмиграции а выборы дело такое конкретное да сегодня с утра прочитал в дойче было там немецкая волна да там они у них есть на английском языке вот я читаю очень простой веб-сайт dw до дойче вела dw.de и вот и дойчлен и вот я посматриваю на может быть там день через день там новости и как они очень интересно излагают как бы другая перспектива немножко другая bbc по-своему эти по-своему и вот там такая тяжелая статья я что-то почитал и понял что не хочу на эту тему вообще говорить хотя у нас народ очень интересно там пишет я считаю что комментарии моему моим воспоминаниям о том как выборы в ссср проходили сами по себе достойные прочтения очень очень хорошие интересные комментарии да ну вот ладно друзья все я уже почти на работе а вы продолжайте тогда заниматься тем чем занимались до того как отвлеклись на наши видео счастливо